рассмотрим работу с джулией с помощью разных интерфейсов но в частности сейчас мы рассмотрим юпитер юпитер имеет на данный момент две вариации юпитер ноутбук и юпитер лап юпитер это развитие ipton вот запускаем юпитер ноутбук он запускает сервер в принципе он должен автоматом открытие окно с этим линком но к сожалению он не всегда это делает у меня пустое окно открывается в хроме поэтому я копирую вот этот линк вставляю и вот он открывает юпитер ноутбук вот в таком виде то есть у нас нужно в нужную папку перейти открыть нужный файл и работать с ним давайте остановим давайте посмотрим юпитер лап это новая версия юпитер ноутбук юпитер лап их две версии сейчас юпитер лап это версия номер 1 и номер 2 номер 2 она не совсем хороша потому что под нее не перенесены все плагины от первой версии а внешне она очень похожи и так вот у нас открывается броузер файлов и то что мы можем открыть и что такое мы тут видим питон третий сейч октаву а джулии не видим а потому что мы не установили ядро джулии но вернее не установили файл который связывает джулию с юпитером давайте мы остановим ctrl c нажал y остановили и мы теперь запустим джулию вот так вот она у нас запускается джулия вот она у меня выпало из пути просто бинарник джулии я перечитал пути все значит вот она у нас запустилась тут у нас есть режим пакетов работы с пакетами мы можем или загрузить пакет пкг и функционально работать или перейти в режим работы с пакетами и работать с пакетами для этого нам нужно нажать закрывающую закрывающую квадратную скобку углу вот нажали мы ее и вот режим пакетов перешли и нам нужно добавить пакет а и джулия вот он считывает пакеты нужно устанавливает вот собственно у нас устанавливается пакет а и джулия ну тут вот видите куча всего кроме а джулии там куча 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 но сейчас есть и конта это пакет для управления в зависимости от питонов маркдаун нужно ну в общем всего 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 давайте мы опять запустим юпитер лап скопируем вот он запустился сейчас юпитер лап у нас вот так красиво запускается и вот видите у нас появилась джулия и вот тут подготовленные у меня ноутбуки и вот первый ноутбук это юпитер ноутбук а значит ну во первых я поставлю презентейшен мод он покрупнее делает значит в хелпе есть разные горячие клавиши с которыми можно работать значит ну вот тут вся всякая информация значит тут нас интересует мы когда поработали с ноутбуком мы можем вывод оставить можем удалить так тут можно запустить классический ноутбук тут основные референсы help и так далее ну вот значит что всякая документация для чего эти ноутбуки создавались наверное по крайней мере я помню что первые такие ноутбуки были в математике вольфрам математика возникли и потом были скопированы и юпитером ну первоначально они конечно для обучения давались то есть вот у нас текст идет markdown вот у нас видите код markdown markdown и тут код код у нас под определенным ядром вот у нас списки ядер мы можем любое ядро поменять два режима режим редактирования ячейки и режим работы с ячейками и как в с помощью эскейпа мы можем переходить на командный режим по умолчанию у нас с помощью shift enter выполняется ячейка ну вот давайте мы нажмем shift enter это первая ячейка вот мы давайте в редактирование перешли два раза щелкнул я по ней видите это просто markdown shift enter она превратилась вот в такую ячейку shift enter нажали и у нас просчитывается Julia получается 2 логично 2 плюс 2 4 тут обратите внимание что юпитер ноутбук устроен таким образом что когда у нас несколько выражений в ячейке ответ дает только последнее выражение ну и мы можем блокировать вывод последнего выражения но любого выражения с помощью точки запятой вот видите у нас никакого вывода нету соответственно вот тут вот краткая информация по командному режиму escape нажать чтобы перейти в командный режим и дальше можно удалить ячейку отменить удаление и так далее вот удалили ячейку x нажали z нажали отменили удаление а дальше у нас некая информация по джулии по функции мы можем набрать вопросительный знак и кусок названия функции вот print line и она несколько вариантов предлагает и вот например описание этих вариантов идет как использовать ну и если мы вначале набираем точку запятой то у нас выполняется команда в shell ls список файлов и cd переходит в домашний каталог ну и можно статус посмотреть пакеты какие установлены тут мы видим что установлены настолько пакет ай джулия какой версии то есть мы это устанавливали ну вот это общее знакомство с юпитер ноутбук в что это такое Продолжение следует...